Красавица и чудовище. Жил когда-то купец, и было у него три дочери. Старшие, гордячки и ленивицы, а младшая добрая и трупдолюбивая. К тому же она была так хороша собой, что все звали её просто красавицей. Как-то раз пришлось купцу поехать в другой город, и он спросил дочерей, какие подарки им привезти. Две старшие дочери потребовали платьев, шляпок и украшений, а младшая попросила привезти только алую розу. Купец обнял дочерей, сел на коня и побеехал, а путь его лежал через горы и густой лес. В лесу его настала буря. Повалил снег, завыл ветер. Купец замёрз, промок и совершенно сбился с пути. И вдруг он увидел вдали башни, и в окнах горел свет. Купец поехал туда и вскоре оказался перед воротами замка. Но сколько он не стучал, никто не спешил ему открывать. Тогда купец вошёл, поднялся по парадной лестнице и увидел накрытый стол. Он поел и заглянул в соседнюю комнату. Там его же ждала застелённая кровать, а на ней лежала сухая одежда, как раз ему по размеру. — Кто же так радушно меня принимает? — удивился купец. Хозяин ни разу ему не показался, и слуг не было видно, будто в замке не было ни души. На утро купца ждал завтрак. Он спустился во двор и увидел, что конь его почищен, накормлен. Можно было ехать. И вдруг купец ахнул. Несмотря на то, что была поздняя осень, в саду замка словно царило лето. Всё здесь было зеленое и цвели пышные красные розы. Тут вспомнил купец, что обещал привезти младшей дочке. И сорвал розу. И тотчас же перед купцом появилось чудовище. — Вот твоя благодарность за моё гостеприимство! — проревело оно. — Я убью тебя! Купец упал на колени и стал молить о пощаде. — Хорошо, я сохраню у тебя жизнь, — сказал чудовище. — Но одна из твоих дочерей должна навсегда поселиться в моём замке. С тяжёлым сердцем купец вернулся домой и рассказал дочерям о страшном чудовище и своём обещании. Две старшие дочки тут же обвинили во всём красавицу, ведь это она попросила отца привезти розу. — Не горю, отец! — сказала младшая. — Я поеду к чудовищу и стану жить у него в замке. Не волнуйся, ничего дурного со мной не случится. Отец как мог и договаривал её, но красавица была непреклонна. На следующий день купец и его дочь отправились в загадочный замок. Чудовище щедро одарило купца и велело никогда больше сюда не возвращаться. С тоской в сердце девушка простилась с отцом, но в душе она была рада, что ей удалось спасти его от смерти. Вот так и стала красавица жить в замке чудовища. Чудовище рассказывало ей истории об удивительных чудесах. Она окружила девушку таким вниманием и заботой, что она со временем привыкла и даже привязалась к нему. Однажды во сне явила старушка и сказала, — Настоящая красота внутри! Смотри, не пропусти свои счастья! — Что за странный сон, — подумала девушка, проснувшись. Но с тех самых пор слова старушки никак не ушли у неё из головы. Как-то раз чудовище застало красавицу в саду горько плачущей. — О чём ты плачешь? — спросила она. — О своей несчастной судьбе. — Если бы я не попросила отца Розу, мне не пришлось бы навеки скитаться в твоём замке. — Разве тебе здесь плохо? Разве ты не любишь меня? — Ах, что ты! — восклицала красавица. — Я люблю тебя как друга, но никогда не стану твоей женой. Чудовище тяжело вздохнуло и ушло прочь. Вскоре красавице приснилось, что отец болен, и она стала упрашивать своего господина отпустить её домой. Тяжело было чудовище отпускать свою единственную радость, но всё же оно согласилось. — Вот тебе волшебное кольцо! — сказала чудовище девушке напоследок. — Ровно через три недели положи его на тумбочку возле кровати, и ты тут же окажешься в моём замке. Но помни, я безмерно люблю тебя. Если ты не вернёшься в срок, я погибну. — Большое спасибо! — воскликнула красавица и взяла кольцо. — Я обязательно вернусь. Вот увидишь. Через три недели я буду здесь. На следующее утро она проснулась уже в своём родном доме. Оказалось, что её отец в самом деле тяжело заболел. А ленивые сёстры вышли замуж. Им и дела не было до родного отца. Девушка стала ухаживать за ним, и купец быстро пошёл на поправку. Красавица рассказала всем про то, как хорошо и жилось у чудовища, какой заботой он её окружал и какие богатые подарки ей делал. Сёстры позеленели от зависти. Прошла неделя, за ней другая. Вот и третья уже подходила к концу. Красавица засобиралась обратно в замок. Но злые сёстры стали упрашивать её остаться ещё на недельку, и она согласилась. И вот ей снова приснился странный сон. Красавица увидела, что чудовище лежит в саду под деревом и умирает, а над ним кружатся пожелтевшие листья. И такая тоска была в его взгляде, что красавица тут же проснулась. Отыскав волшебное кольцо, она положила его на тумбочку, легла и закрыла глаза. И тотчас очутилась в замке чудовище. Повсюду царил полумрак. По залам и коридорам гулял ветер, занося из сада сухие листья. «Чудовище, где же ты? Это я! Я вернулась!» закричала красавица. И голос её эхом прокатился по всему замку. Чудовища нигде не было. Тут красавица вспомнила про свой сон и опрометью бросилась в сад. Вот и тропинка, которая вела к большому старому дереву. Скорее, скорее, только бы не было слишком поздно. Листья грустно шелестели у девушки под ногами. Голые ветки розовых кустов цеплялись за платье. Вот и большое дерево. Под ним на пожухлой траве недвижно лежало чудовище. «Милое чудовище!» — воскликнула красавица и залилась горькими слезами. «Не умирай! Прошу тебя! Я ведь так люблю тебя!» И вдруг всё вокруг озарилось солнечным светом и заиграло яркими красками. Чудовище в тот же миг ожило и превратилось в прекрасного принца. Эта ведьма заколдовала его. И только искренняя любовь той, которая оценит его доброту и заботу, могла разрушить злые чары. Принц радостно улыбнулся, обнял красавицу и повел её в свой замок. Вскоре они поженились и жили долго и счастливо.